Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеши, а и в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи усилен контроль на въездах в город. Мэр взял под личный контроль профилактику распространения коронавируса. Из-за коронавируса впервые за 16 лет перенесли тотальный диктант. Но вот что осталось неизменным, так это весенний призыв. 219 объектов незаконного строительства выявили в лесах края с ноября. Цифры сегодня на совещании озвучил губернатор. В парке Дендрарий временно переселили Нутрий и Выдр. Сейчас их родной пруд очищают сотрудники городского водоканала. По данным оперативного штаба Краснодарского края, накануне подтверждены два новых случая заболевания коронавирусом. Один заболевший транзитом находился на территории края и покинул его. Сейчас пациент находится на лечении в Москве. Однако, так как анализы взяты на территории Краснодарского края, случай заболевания фиксируется на территории региона. Второй заболевший коронавирусной инфекцией сейчас находится на лечении в больнице Сочи в изолированном боксе. Этот человек приехал в регион из Армении. В институционной больнице на лечении находится пациент с подтвержденным диагнозом. Диагноз подтвержден в Новосибирске объединение «Вектор». Он один-единственный на настоящее время. Заболевание протекает в легкой форме. В настоящее время состояние удовлетворительное. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Круг контактов заболевших на территории Краснодарского края оперативно выявлен. Все, с кем они контактировали, сейчас находятся в изоляции под наблюдением медиков. И вот что в связи с этим заявил мэр Алексей Копайгородский. Уважаемые горожане и гости курорта. Хочу вас заверить, что Сочи готов к ситуации, которая сложилась в стране и в мире. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамин Ивановича Кондратьева, в нашем городе предприняты беспрецедентные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Школьники и воспитанники детских садов переведены на свободное посещение. Студенты занимаются дистанционно. Во всех транспортных узлах, в аэропорту, на железнодорожных вокзалах проводится профилактическая работа. Особое внимание уделено ежедневной уборке транспорта общего пользования. Сейчас важно усилить санитарный контроль на посту ПСОУ и МАГРИ. Эти меры уже предпринимаются. Все мероприятия свыше 100 человек в Сочи запрещены. На территории города подготовлено помещение для обсервации на 400 человек. Все граждане, которые контактировали с заболевшими, будут помещены на 14 дней карантина. В круглосуточном режиме работает оперативный городской штаб. Мы готовы ответить на все вопросы, которые беспокоят вас и членов вашей семьи. Телефон единой диспетчерской службы, где отвечает на запросы населения 112. Вся команда действует сообща. Роспотребнадзора, медиками, всем правоохранительным блоком, руководителями транспортных узлов и всеми федеральными структурами. Ситуация находится под моим личным контролем. Буду в ежедневном режиме информировать вас об обстановке в нашем городе. Всю актуальную информацию о коронавирусе сочинцы могут получить на сайте администрации города. Там появился специальный раздел. Перейти на него можно через вкладку «Коронавирус. Актуальное», расположенную на главной странице. Дополнительные деньги на лекарства, средства защиты и аппараты искусственной вентиляции легких выделили и власти региона. В бюджете предусмотрели на эти цели 56 миллионов рублей. Об этом заявил глава Кубани в ходе заседания оперативного штаба. На нем обсудили меры противодействия распространению коронавируса. Губернатор также поручил усилить контроль за соблюдением карантина теми, кто вернулся из зарубежных стран. Массовые мероприятия отменены кинотеатром и торгово-развлекательным центром. Рекомендовано приостановить свою деятельность. Медицинские службы работают в режиме повышенной готовности, а образовательные учреждения переведены на свободный режим посещения. Борьба с коронавирусом – общая задача для всех структурная. Заседания оперативного штаба также введены меры по противодействию инфекции. В зале, как и во время всех больших мероприятий, установлены обеззараживатели воздуха. Особой ответственности внимательно сейчас требуется от всех, отметил глава Кубани. И здесь важно помнить не только о своем здоровье, но и об окружающих. Важно сегодня, безусловно, выявлять вирус. Важно. Но намного важнее предотвращать его распространение. Намного важнее. Тогда и выявлять не придется. Вот мы должны все это понимать. В первую очередь, как бы ни говорили мы, это самодисциплина. Вот самодисциплина в данной ситуации выходит на самую первую позицию. Должно быть полное понимание, что ситуация сегодня на самом деле непростая. С точки зрения даже не то, что собственного здоровья, собственной жизни и жизни близких людей. Мы должны сейчас обработать все вместе. Еще раз подчеркиваю, все вместе. Такие меры, которые на самом деле позволят нам не допустить распространение вируса в огромных масштабах в нашем крае. Понятно, что он жив и есть. Купируем, выявляем, изолируем. Но массового распространения быть не может. Глава Кубани также поручил усилить контроль за соблюдением карантина теми, кто вернулся из стран очагов инфекции. Во всех муниципалитетах уже сформированы обсерваторы, где при необходимости смогут разместиться люди, приехавшие из-за рубежа. 60 миллионов рублей из федерального бюджета выделили на закупку необходимых медикаментов и оборудования. Средства предусмотрели и в краевой казни. Мы из краевого бюджета уже выделили из резервного фонда дополнительно 56 миллионов рублей на закупку медикаментов, медицинского оборудования, прежде всего аппаратов искусственной вентиляции легких. То есть, того специфичного оборудования медикаментов, которое используется для лечения этой коронавирусной инфекции. Самый опасный вирус – это вирус паники. В социальных сетях то и дело придумывают количество заразившихся или же говорят о нехватке лекарств и продуктов, только нагнетая ситуацию. В крупных городах края ажиотаж действительно наблюдается. Однако это связано не с отсутствием товаров, а с завышенным спросом покупателей. Заместитель губернатора Василий Швец докладывает, на складах уже сформирован месячный запас товаров. Вениамин Кондратьев акцентирует, полки магазинов должны быть заполнены всем необходимым и днем, и вечером. Паника, которая сеется в первую очередь из социальных сетей. Людям мы тоже не запретим везти в магазины и скупать все, что можно скупить. Мы, главное, должны обеспечить магазины продуктами первой необходимости. Вот это принципиально важно. И даже если они будут скупать опять, коллеги, еще раз обеспечить. Потому что у страха глаза велики. А сегодня очень активно этот страх вызывается, еще раз подчеркиваю, интернетом, слухами, разговорами, притом абсолютно беспочвенными. А самое главное, надо катарировать и цены. Вот на эти продукты и товары первой необходимости. Чтобы не получилась спекуляция в огромных масштабах. Понимаете? То есть для кого-то сегодня задача просто покушать, а для кого-то заработать. Вот на этом спекулятивном ажиотаже. Именно спекулятивном. Поэтому я, Василий Александрович, прошу вас вместе с управлением потребской сферы контролировать цены на продукты питания и товары первой необходимости. Ситуация стабильна. Дефицитов товаров нет. Действительно, мы мониторим вместе с муниципалитетами, департамент потребской сферы, мониторим ежедневно по всем федеральным и крупным краевым сетям порядка двух тысяч магазинов ежедневно во всех муниципальных образованиях нашего региона. Эпидемия коронавируса стала серьезной проверкой для бизнеса. Ведь меры ограничения распространяются на точки общепита, кинотеатры и торговые центры. Поэтому особенно важно в сегодняшних условиях не оставить предпринимателей наедине с проблемами. В соответствии с распоряжением правительства нужно ограничить любые внеплановые проверки бизнеса. Нельзя допустить, чтобы такой значимый сектор экономики пострадал из-за резких форс-мажорных ситуаций. Венимин Кондратьев также поручил проработать вопрос от срочки уплаты коммунальных платежей для бизнеса. Что касается бизнеса, давайте еще внесем, извиня, постановление, чтобы запретить в рамках сегодняшней ситуации контролирующим службам осуществлять любые внеплановые проверки бизнеса. Здесь, Андрей Трульевич, я вам хочу поручить провести совещание со всеми энергоснабжающими организациями и договориться именно о подсрочке, еще раз подчеркиваю, всех коммунальных платежей. Есть, понял. Ну и что касается арендных тоже платежей, здесь надо посмотреть. Ну, коллеги, и налоговые в том числе. Вот здесь надо проработать комплекс в мире для того, чтобы облегчить сегодня бизнесу бремя выживания, иначе не скажешь в этой ситуации. Особого внимания требует социальная сфера. Инвалиды и пожилые люди не должны остаться без поддержки, отметил губернатор. Их нужно обеспечить продуктами и медикаментами. Кроме того, в центре внимания оперативного штаба работа детских садов, школ и вузов, которые переходят на дистанционное обучение. Чтобы не отрываться от учебного процесса, для школьников и студентов организовали образовательные интернет-порталы и пополнили электронные библиотеки. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Платон для дальнобойщиков могут отменить временная отмена Платона. Заявлена как одна из мер, позволяющих снизить издержки. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на собственный источник. Временная отмена Платона заявлена как одна из мер, позволяющих упростить и снизить издержки, связанные с транспортировкой продуктов питания и товаров первой необходимости непродуктового сегмента. Эта мера поддержана и должна быть реализована, сообщил собеседник агентства. Система Платон действует в России с ноября 2015 года. Она облагает грузовики массой более 12 тонн, платой за проезд по федеральным трассам в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам. Собранные средства поступают в федеральный бюджет, откуда направляются на ремонт, содержание дорожного полотна и развитие транспортной инфраструктуры. С 1 февраля тариф Платона вырос до 2 рублей 20 копеек за километр. В РЖД сообщили о приостановке движения поезда «Адлер-Калининград». Поезд из «Адлера» в «Калининград» с отправлением 21 марта проследует только до станции «Минск». С 23 марта состав будет курсировать по маршруту «Адлер-Смоленск». Движение составов, следующих по территории Литвы, было прекращено в связи с Нотаймит-Республики. Неиспользованные билеты пассажиры смогут вернуть без удержаний сборов и плат. Из-за коронавируса впервые за 16 лет перенесли тотальный диктант. Ежегодная образовательная акция по проверке грамотности в этом году должна была пройти 4 апреля в Сочи на площадках Сочинского госуниверситета и образовательного центра «Сириус», а также в городе отеле «Бархатные сезоны». Автором текста стал писатель, лауреат литературной премии, национальный бестселлер Андрей Геласимов. Специально для акции он подготовил 4 части текста, посвященного малоизвестным фактам жизни основателя теоретической космонавтики Константина Циолковского. Организаторы объявили, что тотальный диктант переносится на осень, но очные курсы по подготовке к диктанту будут проходить по плану, если не будут противоречить запретам. А онлайн-курсы на сайте проекта будут продолжаться при любой эпидемиологической обстановке. Новую дату проведения тотального диктанта организаторы обещают объявить 25 марта. В прошлом году диктант написали около 240 тысяч человек из 81 страны. А вот что в России не будут переносить, так это весенний призыв в армию. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. А весенний призыв в России начнется в установленный срок 1 апреля и будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом с 1 апреля по 15 июля. А сочинцы смогут дистанционно получить бесплатную юридическую помощь. В связи с ограничением личных приемов граждан, жители курорта могут обратиться в региональное государственное юридическое бюро любым дистанционным способом. Консультацию можно получить по телефонам в Сочи или Краснодаре. Получить консультацию специалистов бюро в Сочи можно, также направив письменное обращение на адрес курортный проспект 53, кабинет номер 8. Письмо можно отправить и в головной офис, расположенный по адресу Краснодар, улица Октябрьская, 68. Кроме того, на официальном сайте учреждения работает раздел с формой онлайн-обращения. Дистанционно его можно отправить и на адрес электронной почты. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 20 марта 1945 года войска 1-го Белорусского фронта овладели городом Альтдам и ликвидировали сильно укрепленный плацдарм немцев на правом берегу реки Одер в восточнее Штеттина. К этому городу сходились все дороги западной помирания, поэтому враг так упорно цеплялся за Альтдам. А в Восточной Пруссии продолжались воздушные бои. Улучшение погоды позволило авиации всю свою мощь направить на помощь наземным войскам. Чтобы подобраться поближе к вражеским укреплениям, советские солдаты выбирали далеко не самые простые и безопасные пути. Но выхода не было. Так рота старшего лейтенанта Елисеева по пояс в воде пробралась через труднопроходимое болото и вышла в тыл к немцам. Бой длился не более получаса. Весь заслон немцев был разгромлен. На всех фронтах в этот день подбито 176 немецких танков, сбито 69 самолетов. Газета «Красная звезда» рассказывает о братьях-колхозниках Бойко, которые решили не только построить на свои сбережения танк, но и самим стать танкистами. Для этого прошли обучение в танковой части, получили отличные оценки. На боку их танка было написано «Мстители Донбасса». 20 марта Гитлер подписал директиву о тактике выжженной земли. Все ценное на территории Рейха, что может быть использовано врагом, говорилось в сообщении, подлежит уничтожению. Судьбы немцев на оставляемых выжженных территориях фюрера не интересовало. 219 объектов незаконного строительства выявили в лесах края с ноября прошлого года. Об этом сегодня заявил глава Кубани. Вениамин Кондратьев провел совещание по вопросу сохранности земель лесного фонда. Незаконных построек выявлено втрое больше, чем за предыдущие три года. Работа по сохранению лесов ведется при взаимодействии с региональной прокуратурой. Губернатор обратил особое внимание на исключение земель лесного фонда из границ поселений. Нарушения есть в 28 городах и районах края. Речь идет о тысячах гектаров ценных участков. Мы курорт. Курорт. А ведь если мы расширяем границы поселения, понятно, земля это уже поселение. И мы, естественно, решаем вырубать, по большому счету, лес. Либо делать все, чтобы даже не вырубая, ну, начинать активную застройку практически лесного фонда. А отсюда дальше последствия. Надо обеспечить детскими заданиями, школами, поликлиниками, потому что мы превращаем вот этот небольшой поселочек в реальный поселок. В реальный поселок. Но с какой целью, вот я вопрос-то задаю, коллеги, у нас достаточно много ресурса внутри даже наших хороших городов, и Геленджик, и Анапа, куда приложить должны руки наши застройщики. Ну, давайте их энергию направим на вторичный рынок, ну, не на лесной же фонд. Зачем? Мы кратно расширяем границы поселений. Кто-нибудь может мне объяснить? Кто на этом зарабатывает? Кто выгодополучатель? Скажите мне. Ну, явно не курорт. Не курорт Краснодарского края. Явно не Краснодарский край. Муниципалитетам, где есть пересечение границ лесного фонда с границами населенных пунктов, Вениамин Кондразев поручил привести в порядок генпланы к первому сентября следующего года. Институт «Стройпроект» рассчитает, сколько стоит третья очередь обхода Сочи. Это учреждение стало победителем тендера на подготовку обоснования инвестиций в строительство третьей очереди обхода Сочи. Заказчиком выступило управление дорог в Черноморье. Финансирование будет вестись из федерального бюджета. Согласно условиям, победитель должен провести расчеты по обоснованности инвестиций в срок до мая 2021 года. Участок третьей очереди обхода Сочи пойдет от реки Псахэ в микрорайон Мамайка до поселка Нижняя Хобза и войдет в состав федеральной автотрассы. Согласно документам, длина участка с четырьмя полосами движения составит 14,5 километров. Допустимая скорость – 120 километров в час. На трудных участках – 100 километров в час. И продолжаем выпуск. Первое чтение законопроекта об электронной путевке состоится 1 апреля, сообщает Интерфакс. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи по итогам заседания в четверг рекомендовал законопроект об электронной путевке к принятию в первом чтении. Следует из документов, опубликованных в базе данных Нижней палаты парламента. Электронная путевка – это информационная система, в которую туроператоры должны вносить данные по каждому проданному туру. На основе этой информации формируется документ с уникальным номером. Законопроект предполагает обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе, утвердить взимание с туроператоров в платы, при этом размеры порядок устанавливаются правительством. Также предложено предусмотреть административную ответственность за реализацию турпродукта без электронной путевки. Законопроект должен был вступить в силу с 1 января, а стать обязательным для турбизнеса с 1 апреля. Однако в Госдуме приняли решение перенести сроки рассмотрения. В Российском Союзе туриндустрии введение системы сочли не своевременной мерой. По мнению представителя Союза, она не учитывает комплексность услуг в составе турпродукта, а также возможность поэтапной оплаты тура, раннего бронирования и других моментов. Сегодня в Дендрарии чистили пруд, причем не вручную, а с помощью специального оборудования. Для этого в парк прибыли специалисты водоканала. Это верхняя запрудья парка Дендрарии, а это Борис, так зовут нутрию, которая здесь обитает, но которой все чаще приходится быть на суше. На дне пруда собралось огромное количество ила, который мешает водоплавающим. Чисткой водоема не занимались 20 лет. Об этом во время осмотра парка в январе узнал глава Сочи и поручил обязательно провести работы по углублению пруда. Сегодня сотрудники Сочинского водоканала с помощью вот этого грунтового насоса избавили водоем от ила. Данный портативный земснаряд при помощи подачи воды, ориентирующей на 2-3 атмосферы, размывает заиленное дно. При помощи земснаряда, который успешно используется на территории водозабора нашего предприятия, мы имеем уникальную возможность очистить данное дно от илого осадка, что позволит его углубить и увеличить объем воды. Объем воды положительно влияет именно на жизнь этих маленьких и прекрасных существ. Чистота и качество этой воды после очистки позволит наблюдать их жизнь не только надземную, но и подводную. Пруды в принципе подвержены загрязнениям, особенно это касается непроточных водоемов. Ил портит качество воды и со временем убивает в ней живые организмы. У нас здесь жили и выдры, и нутрии. Мы их сейчас переместили временно в Нижний парк, чтобы они не почувствовали дискомфорта с проведением этих работ. И потом вернем их в места обитания. Благодаря помощи мэра города Капигородского Алексея Сергеевича, нам выделили для производства работы такую технику. Мы, конечно, благодарны городу и сами, со своей стороны, прилагаем все усилия, чтобы жителям города и гостям нашего города-курорта отдыхать в Дендрарии стало еще лучше. Перед началом туристического сезона в парке Дендрарии не только чистят водоемы, но и в целом приводят в порядок сочинскую достопримечательность. Реставрируют скульптурные композиции и фонтаны. Им решили придать первоначальный вид, как во времена Худякова, основателя парка. В работах принимают участие историки. А вот коллекция растений обещает руководство нацпарка только увеличиться. Культура Сочи перешла в онлайн. Выставку картин преподавателей детской художественной школы номер один «Весеннее равноденствие» покажут в интернете. Экспозиция развернулась в залах музея Николая Островского. В связи с введенными на курорте профилактическими мерами было решено не проводить вернисаж. Но сегодня желающим на три часа разрешили окунуться в мир творчества. В стенах детской художественной школы номер один выставки проходят часто. Но к открытию этой художники готовились целый год. Коррективы в творческие планы внесла мировая эпид-обстановка. А вернисаж закрыт для массового зрителя. И только сегодня его открыли ровно на три часа. Тем не менее, увидеть работы жители Сочи все-таки смогут. Вот только не в музее, а в интернете. Я сегодня хочу записать видеоэкскурсию в силу сложившейся ситуации, чтобы все наши дети, которые не смогли попасть на эту выставку, чтобы они увидели наши работы и могли посмотреть эту выставку. Я очень счастлива, что я работаю с этими людьми в одном коллективе, что они работают в этой школе. И поэтому всегда приятно и на просмотрах, и на каких-то мероприятиях понимать, что это профессионалы не только педагогического софронта, но это еще и, прежде всего, художники замечательные, которые умеют сами, естественно, могут поэтому передать и своим детям. Видеоэкскурсия по выставке будет доступна на сайте детской художественной школы с 23 марта. В экспозиции одни из последних работ 27 преподавателей, входящих в ряды союзов художников и дизайнеров России. Всего более 80 картин. Пейзажи, натюрморты и портреты выполнены в различных техниках. Каждый по-своему представил весеннее равноденствие. Одни поделились впечатлениями из своей жизни, другие вспомнили красоты России или родного города. Многие картины написаны совместно. Мы очень много ездим на пленэре и рисуем в городе Сочи и по России. Поэтому каждая работа – это какое-то впечатление, это какая-то память, как мы ездили в Карелию, Ярослав, Скоп. То есть это очень эмоционально обогащается. Поэтому я смотрю очень трогательно и вижу этого человека, и воспринимаю работу через восприятие личности этого человека. Поэтому мне эта выставка очень дурака, потому что это выставка моих друзей, моих коллег, таких художников. Выставка «Весеннее равноденствие» в четырех залах музея пробудет до середины апреля. Но во всемирной сети увидеть вернисаж можно будет в любое время. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok